приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы уделим внимание народным приметам удели внимание церковным церковному календарю обращаем ваше внимание у нас сегодня достаточно у нас насыщенный также поговорим о том что можно чего категорически нельзя делать обязательно просмотрите друзья это видео от начала до конца прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите изобильная жизни поселенная это приумножит вашей жизни также всех хотим поблагодарить за донаты друзья которые вы нам отправляете итак друзья 9 мая в православном календаре отмечается память двух святых чьи жизни и деяния оставили значимый след в истории христианской церкви святителя стефана пермского и преподобной глаферы амасийской и уделим для начала внимания святителю стефану пермскому он родился около 1340 года великом устюге и стефан вступил в церковную службу в молодости последовав по стопам отца свое ранее духовное образование он получил а в одном из монастыря ростова где зародилась его страсть к миссионерской деятельности примерно в 40 лет он отправился в пермь в край населенный язычниками где начал свое служение проповедуя слово божие и обращая к вере местное население стефан не только проповедовал но и занимался создание письменности для языка коми став первым краеведом и культурным просветителем этого региона он составил алфавит перевел на него важнейшие богослужебные тексты основал монастыри и построил храмы создавая фундамент для развития христианства на севере россии скачался он в 1395 году в москве и его праг был захоронен в кремлевском монастыре что символизирует его высокий статус и значимость в истории церкви а вот преподобная глафира амасийская которая жила в четвертом веке на территории современной турции изначально служила при дворе римского императора лица лицене я и его жены констанции ее жизнь резко изменилась когда она стала объектом нежелательного внимания со стороны императора царица стремясь защитить девушку помогла ей избежать переодев мужское облачение и предоставив средства для побега глафира укрылась в городе амасия где искренне посвятила себя служению богу и помощи местной церкви пожертвовал свои сбережения на строительство храма однако коварство судьбы не позволил ей долго наслаждаться мирной жизнью перехваченное письмо с просьбой о дополнительных средствах для церкви раскрыла ее местонахождение перед императором что привело к трагическим последствиям глафира скончалась естественной смертью но и епископ василий которым она обратилась за убежищем был арестован и казнен за отказ служить языческим богам ее история остается примером высочайшей духовной стойкости и жертвенности также 9 мая в литургическом календаре православной церкви отмечается не только как день победы символизирующие окончания великой отечественной войны но и как день поминовения усопших воинов павших в борьбе за веру и отечество в этот день наполненным особым смыслом и глубокой духовной значимостью в храмах по всей стране проводятся торжественные богослужения освященные памяти посвященные памяти тех кто отдал свои жизни в знак жертвы и героизма и вы знаете этот день объединяет в себе двойное воспоминание радость великой победы и скорбь попавшим героем литургии проводимые в православных храмах направлены на духовное восприятие этих событий придавая им особую сакральность во время службы верующие молятся не только за упокой душ усопших но и выражать благодарность за их подвиг обращаясь к богу с молитвами о мире и спасении человечества от новых войн и страданий в этот день литургии начинаются с особого напоминального молебна который служится в память о всех войнах отдавших свои жизни за отечество пастырь облаченный в траурные одежды произносит молитвы в которых просит господа простить грехи усопших даровать им царство небесное и вечный покой после молебна обычно следует чтение перечня имен усопших что придает литургии особо трогательный и личностный характер затем начинается божественная литургия во время которой совершается евхаристия таинство причастия символизирующая единение верующих с богом и между собой этот акт не только укрепляет духовные связи между людьми но и подчеркивает общность судеб всех поколений православных христиан также друзья у нас с вами 9 мая это светлый четверг время когда почитается ушедшие в этот день храмы наполняются и праздничным богослужением а кладбище людьми которые приходят вспомнить своих предков считается что поминовение усопших в этот день имеет особую силу так как светлый дух пасхи охватывает все вокруг неся прощение и обновления жители деревень устраивают на кладбищах провода зимы когда на могилы несут пасхальные куличи и крашеные яйца и другие угощения делясь ими с родными и друзьями а также оставляя часть угощения на могилах как дань уважения к усопшим а девушки собравшись хороводы запевают старинные песни символизирующие пробуждение природы приход тепла и плодородия эти хороводы часто проводятся на лугах и полянка где каждое движение и звук наполнены радостью и надеждой в этот день рекомендуется воздержаться от запуска новых проектов и серьезных начинаний как в бизнесе или на работе так как весь день пронизан атмосферой отдыха и празднования а не труда лучше постараться посвятить время семье природе и самому себе насладиться общением и вдохновением которое приносит этот светлый день забота о домашнем очаге уборка и приготовление традиционных блюд это это то что уместно в светлый четверг домашний уют и атмосфера тепла особенно важны когда каждый старается приблизиться к светлым и радостным моментом жизни 9 мая в народном календаре отмечают глафиру горошницу и степанов день символизирующие собой начало важных аграрных работ и обрядов которые глубоко укоренились в земледельческой традиции это время когда природа вступает свое право весеннего обновления а люди в цикл создания и возрождения с приходом глафиры горошницы крестьяне выходили на поля и огороды начиная активные земельные работы глафира считалась покровительницей гороха и именно в ее день начинали сажать первые ростки этого урожая горок символизирующий плодородие и изобилие требовал особого внимания и ухода что и отражалась в специальных ритуалах при посадке использовали мелко порубленный торф который не только обогащал почву но и защищал ростки от внешних угроз морозов и птиц приговаривая заклинания горох растит и торф его защите тем самым крестьяне заклинали природу обеспечить им хороший урожай особую роль в этот день играла традиция гнездования которая становилась настоящим испытанием для молодежи и символом предстоящих брачных уз собравшись вместе девушки парни делились на пары и строили из веток гнезда подобно птицам мастеря их на соревнования такой обряд не только укреплял отношения но и проверял их на прочность считалось что пара которую удавалось построить самая крепкая и уютная гнездо будет в жизни счастлива и многодетна после трудового дня завершающиеся чтения молитвы очень наш крестьяне не просто просили о божьем благословении это был момент объединяющий их землей и небом символ веры цикличность природы и жизни вере веры в то что каждое новое начинание каждая посадка принесет плоды при правильном уходе и благовении перед природой когда природа празднует возрождение и в народном календаре отмечают глафиру горошницу считалось что правильные действия в этот день обеспечат здоровье и благополучие на весь год особое внимание уделялось пище на столе обязательно должны были присутствовать блюда из гороха символизирующего плодородие и изобилия согласно традиции в этот день хозяйки готовили гороховый суп или кашу горох замоченный с вечера утром отправлялся в печь где медленно томился до обеда превращаясь в наваристый суп который считался источником силы и здоровья гороховые оладьи сделаны из муки прошлогоднего урожая служили отличным дополнением к обеду глафира горошница это не просто был кулинарный день но и время когда каждый кусочек пищи наполнялся особой сакральной энергией благословляя тех кто ее употреблял считалось что у глафира горошница несет в себе важные признаки для сельскохозяйственных работ утренние заморозки в этот день говорили о продолжении холодов что заставляло крест не крестьян быть более внимательными к своим посадкам гром раздавшийся в этот день служил сигналом к началу важных полевых работ особенно посадки картофеля другой знак на который обращали внимание это были листья березы если они полностью раскрылись к этому дню это считалось благоприятным знаком для начала посадки часто кукование кукушки в лесу также сулила хорошую погоду и благоприятный сезон кроме того день глафиры горошницы был связан с многочисленными обрядами направленными на привлечение удачи и благополучия одним из таких обрядов было приманивание ласточек которые считались птицами счастья зерна раскиданные во дворе привлекали птиц если латы ласточка решала свить гнездо рядом с домом это сулило дому благополучие и пополнение в семье в этот день люди рождены 9 мая считались что они рождены под счастливой звездой они умели трудиться достигая успеха во многих начинаниях и были любимой и уважаемые окружающими теперь давайте поговорим о том что же нельзя было делать 9 мая по народным приметам традициям обрядом и это очень важно знать итак основное поверье этого дня было связано с посевом гороха который символизировал благоденствие и плодородие существовал строгий запрет на участие мужчин в этом процессе вера в то что мужская энергия может помешать росту и развитию гороха настолько глубоко что даже современные жители деревень стараются соблюдать это правило доверяя посев исключительно женщинам причем особенно благосклонно относятся к беременным женщинам чья участь в посадке сулит урожай особенно щедрости и качества не менее важно было и соблюдение диетических ограничений в этот день категорически запрещалось употребление картофельных блюд народные предания говорят что картофель съеденный в глаферу горошницу может привести к недопониманию и ссорам семье вместо этого рекомендуется подавать на столблюда из гороха что по убеждениям способствовало укреплению семейных уз и взаимопомощи этот день также окутан различными суевериями которые касались домашних животных и домашнего хозяйства если на глаферу горошницу курица снесет яйца это предвещало скорый приход достатка в дом также считалось важным провести этот день в труде на земле отлынивание от работы в поле могло принести неудачу на весь год также в день глаферы горошницы следует избегать любых любых ссор и конфликтов особенно в семейной сфере считается что любой конфликт в этот день может не только разрушить отношения на долгое время но и при привести к необратимым последствиям особенно это касалось отношений между невестками и свекровями а также зятьями и тещами ссоры между этими членами семей могли оставить глубокий след в сердцах и сделать взаимопонимание в будущем практически невозможным также согласно старинным поверьям ловля ласточек в этот день могла привести к большим бедам ласточка в нашей культуре считается птицей приносящей счастье и ее полет символизирует и легкость и радость жизни вмешательство в судьбу такой птицы могло оказаться роковым этот кто попытается поймать ее рискует погрозится в череду трудностей из которых будут сложно найти выход еще одной важной народной приметы этого дня являлся запрет на проведение сватовства считается что пары которые объединяются обсуждают брак в этот день будут преследуемые невзгодами и в брак по поверьям будут испытывать постоянные потрясения и скандалы которые могут привести к быстрому расставанию поэтому в день глаферы горошницы рекомендуется отложить любые решения которые касаются брачных ус кроме того согласно народной мудрости обрезание ногтей в этот день может привести к потере жизненной энергии и удачи старину считалось что часть души человека может сохраниться в ногтях и избавление от них в неподходящий момент может увеличить уязвимость к болезням и утомлению такое поверье делал этот день не подходящим для визита к мастеру по уходу за руками и ногами а также обострял риск перенять негативную энергию от других людей еще один интересный запрет касался сортировки одежды в своем гардеробе народные приметы утверждают что беспорядочное обращение с личными вещами в этот день может привлечь дурной глаз из глаз ведущий к мелким бытовым неприятностям которые могут накапливаться и превращаться в серьезные жизненные трудности поэтому рекомендуется отложить любые действия связанные с большим перемещением или выбрасыванием вещей чтобы избежать избежать создания энергетического мусора вокруг себя также в важно воздержаться от критики и споров считается что слова сказанные в порыве негодования могут иметь более долгосрочные глубокие последствия чем обычно способность слов ранить усиливается и мирные разговоры могут превратиться в бурные дебаты с неприятными последствиями поэтому постарайтесь посвятить день укреплению дружеских и семейных связей через общение и совместные занятия которые будут способствовать взаимопониманию и гармонии друзья вот такой у нас с вами день 9 мая по народным приметам и церковному календарю прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео а в комментариях обязательно поздравьте друг друга с праздником друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео